Та игра, которую мы с вами ждали весь сезон. Суперфинал Кубка Феникса сезона 2022-2023 годов. Встречаются две лучшие команды этого турнира. Команда Мытищи и команда Самара. И для вас работаю я, ведущий комментатор Валерий Ярцев. Ну что же, команды подошли к этому финалу в отличной форме. Выдали просто великолепный сезон. И по праву заслужили сыграть в этом матче за золотые медали. Ну а мы с вами все сейчас с удовольствием посмотрим эту трансляцию. И будем надеяться, что наши ребята покажут отлично на скейтбол. И навяжут свою игру в команде Самары. Ну и сразу же давайте переходить к составу нашей команды. Посмотрим, кто именно сегодня будет защищать цвета нашей команды Мытищи в матче за золотые медали Кубка Феникса. Номер четвертый Богдан Осипов. Номер пятый Дмитрий Платков. Номер восьмой Вячеслав Ярцев. Номер двенадцатый Алексей Мохначев. Номер четырнадцатый Федор Соколов. Номер пятнадцатый Святослав Попов. Номер двадцать пятнадцатый Андрей Кучеренко. Номер двадцать первый Федор Павлов. Номер двадцать третий Никита Балагуров. Номер двадцать пятый Федор Мельников. Номер тридцатый Борис Евланов. Номер тридцать третий Василий Корольков. Номер пятьдесят пятый Евгений Волков. И номер семьдесят шестой Илья Торофеев. Главный тренер команды Муслим Шаиков. Возвращаемся на трансляцию. Видим, что уже все готово к началу игры. Ребята проводят последние разбитки. Наши парни сыграют сегодня в белой форме. А команда из Самары сыграет в синем. Но перед началом этой игры здесь был такой неприятный эпизод. Прежде всего для команды из Самары и организаторов этого турнира. Выяснилось, что два игрока Самары были заявлены неверно 2011 года. Но позже начали разбираться. Да, в регламенте действительно можно было выявлять 2011 год. Но они должны были быть рождены, по-моему, в ноябре или декабре. Но эти ребята явно старше. Но, тем не менее, наш тренер принимает решение играть этот матч. Потому что это, безусловно, отличный опыт для наших ребят. И мы приехали сюда именно за опытом. Нам нужно набирать больше игр именно с сильными соперниками. Ну и поэтому... Поэтому будем играть этот матч с Самарой. Напомню, что в полуфинале дважды встречались мы с командой Самары. Обе игры были очень интересные, напряженные до последней минуты, можно так сказать. Но Самара все-таки была немного сильнее. Нужно отдать им должное. Ну и вот в суперфинале этом самарская команда демонстрирует потрясающую игру. Будем смотреть... Будем смотреть, что покажут наши парни сегодня. Все готово к началу встречи. Первые пятерки появляются на площадке. Осипов, Ебланов, Павлов, Мохначев и Кучеренко. В таком составе начнут эту игру наши ребята. Ну и по традиции первые пятерки Самары здесь. Без изменений все лидеры на площадке. Посмотрим, поменял наш тренер пятерку перед этой игрой. Наверное, мы надеемся выровнять немножко игру между, скажем, скрещенными пятерками. Посмотрим, игра началась. В атаке команда из Самары сразу же, смотрите, первые два очка. Самарцы набирают. Быстрая бата. Здесь хорошая передача под кольцо. И Андрей Кучеренко набирает два очка. Что-то здесь у меня Андрей не появляется на экране. Сейчас попробуем устранить эту проблему. Той же не обязательно появляться пока в атаке Самара. На подборе действует Багда Носиков. В атаке наши ребята не точно. Показывает арбитр, что продолжится игра. В атаке Федор Павлов. Не точный бросок. Забирают мяч госпитболисты Самары. Хороший здесь проход шестого номера. И два очка набирает. Лидер самарской команды. Претендует, безусловно, на звание лучшего игрока всего турнира. Ну и задача наших ребят сегодня сдержать его. Чего-то. Так, пробую все по-прежнему восстановить титр. Титр, потому что что-то не получается у меня, не могу понять почему. Мы надеемся, что удастся мне справиться с этой проблемой. А пока Самара набирает еще 2 очка, 6-2 становится счет. Здесь неточная атака. 6 минут до конца первой четверти полят на... Нет, смотрите, пробежку фиксируется. Я не показал, что в руке, но, видимо, раньше уже сделал несколько шагов. Игром команды из Самары, 6-2, смечет наши ребята. Ну, думаю, даже ничего страшного, с очками у нас сегодня здесь не получится. Сейчас 2 очка набирает Борис Кипланов. Давайте посмотрим. Бориса запустить нет, тоже появляется трансляция. Ну, ничего страшного, будем смотреть так. Счет 8-4 сейчас. 5 минут. 19 секунд основной подлом. Орентируемся на него. Хорошую борьбу здесь навязывают ребята. С мячом останется наша команда. Вводим его в игру. Федор Павлов хорошо здесь под кольцо на Махачева. Махачев отборолся. Делает передачу на Бориса Явланова. И здесь мы с ним зафиксировали, по-моему, заспуг за линию в аут. Поэтому с мячом будут самарские скандалистики. Мой хороший здесь заслон освобождают место под шестого номера. Разыгрывают на периметре игроки команды из Самары. Два штрафных броска назначают, что я или встречи. И тайм-аут берет, видимо, тренер нашей команды Муслим Шайикович. Сейчас нужно рассказать ребятам, как правильно действовать. Нужно, безусловно, здесь реализовывать свои моменты. Начало не критичное, скажем так. Пока боремся. Нужно как-то сдерживать шестого номера. И пытаться уходить из-под заслонов, которые для него ставят самарские баскетболисты. В своем желании продолжайте, в своем желании работайте. Эй, дальше. Здесь пошла атака. Не было лицо, Махтачок что-ли еще? А, Павлов. Павлов, пошел проход. Пошла атака. У них трое, здесь-то поболи, у нас-то кого. Папа, я не могу. Папа, я не могу. Вот удалось мне запустить титры в черной форме. Может быть, что-то с титрами в белой форме немного не так. Давайте посмотрим на потом. Будем еще не уводить ребят в черной форме. И у нас появляется и Андрей Почеренко, и Горис Ягланов, которые забросили в следующем сегодняшнем матче. Сейчас один из двух штрафов реализует Самара. Алексей Махтачок здесь в атаке. Отыгрывается с Осиповым. Сам проходил под кольцо. На минутку в это дело здесь забрался. Было сложно бросать. По очередности Владенин спорный мяч за командой Самары. И снова сразу же с лидером своей команды Самар сразу проигрывает мяч. Сам идет под кольцо. В этот раз не точно. Ну, смотрите, как здесь отбирают мяч и у Богдана Осипова. И Богдан получает еще один фол. Уже, по-моему, не первый всего пришли игре. Активно защищается персонально. Тренер его поставил против шестого. Активно, если на пробежке не улетает Богдан своего оппонента. Хорошие действия. Но, тем не менее, отмечаем, что очень сложно защищаться. И полуки набираются. Будем надеяться, что как-то в дальнейшем удастся нам это остановить. Сейчас под кольцом здесь же Богдан опять поборолся. И смену пятерок показывают орбитеры. Четыре минуты в первую очередь. Игорь Сыграно. 9-4 в пользу команды Самары. Появляется вторая пятерка. Женя Волков сейчас с мячом. Отыгрывается Сергей Горофеевым. Вынуждают или выбросить уже. Устекало время на атаку. Здесь хорошо поборолся за мяч Женя Волков. Выигрываем спорный по очередности владения. Никита Балагуров будет вводить его из-за лицевой линии. Не очень хорошая здесь получилась передача Ильи Горофеева. И мяч улетает в Вау. Соответственно, команда из Самары проведет вновь свою атаку. Ну, напомню еще раз о турнирном пути этих команд. Самара вообще не так. Сейчас к нам, наши ребята, отлично действовали, особенно в полуфинале турнира, где проиграли только баскетболисты, как раз, из Самары. Вот Баззин. Ну, в очень упорной борьбе. И здесь, к сожалению, в Вау заступает Святослав Попов. Прямо мы видели, как он пытался удержаться на линии, но наступил на нее все. С мячом баскетболисты из Самары. Работа в кольцо. Нарушает правила Евгения Волкова здесь. И два штрафных броска. Пробит баскетболисты из Самары. Ну, а я продолжу свою мысль. И, да, Самара, безусловно, видала прекрасный турнир. И является главным фаворитом и в этом матче, наверное. Первый штрафной сейчас точен. Десятое очко самарского госпитболиста в этой игре. Набирает 33-й номер команды. Второй мимо. С мячом Святослав Попов. Волят на Святославе. И сейчас уже Святос встанет на линию штрафных бросков. Будем надеяться, что исполнит их очень точно. Первый, к сожалению, мимо. Вообще, Святослав у нас один из лучших в команде по исполнению штрафных в этом сезоне. Один из них сейчас реализует. И появляется в черной форме на наших экранах. Ну, и Самара отвечает еще двумя очками. Растет апрель 12-5. Мы минус 7 проигрываем. Ну, довольно ясно. Очень трудно действовать против самарцев. Они очень хорошо здесь обороняются. Ну и в атаке усиление своих главных форвардов. Набирают очки. Ну, вот задача вот этой второй пятерки, которую тренер выпустил вместо, ну, поменять местами, да, первой со второй. Как раз похож на, да. Вторая пятерка наверстывала потенциальный персикап, который создаёт первая пятерка команды соперника. Сейчас бросок непрочный. А до этого Илья Дорофеев отдал свой первый матч кавер-плебе. 12-7. Вновь он сейчас с мячом. Хорошо сюда под кольцо пытался отдать. Там Фёдор Мельников не смог выловить эту передачу. Тем не менее от рук фаскетболистов команды из Самары мяч подбегает площадку. Узагновляется игра. Женя Волков пил мяч в игру. Сейчас, по-моему, как будет. Фёдор Мельников пытался вот по графическому прыжке забросить мяч в корзину. А здесь не было попадания. Мне уже показалось, что мяч в сетке, после броска Святослава Попова, но коснулся он действительно с сетки, но с передней стороны. Женя Волков фалит. Полторы минуты до конца первой четверти суперфинала Кубка Феникса с сезона 22-23 годов. Все мы в огромном напряжении. Болеем за наших ребят. И, конечно же, ждём только победы, только отличного баскетбола. Но отличный баскетбол и, безусловно, с вами им исполнение обеих команд. Сегодня видим, как ребята защитили великолепно действуют и в атаке. Сейчас быстрый здесь прорыв. Фёдор Мельников набирает два очка, сокращая разрыв до трёх. Первые два очка Фёдор в сегодняшнем матче. Нужно отоброняться. Пошла последняя минута первой четверти. Здесь на шаге остановился баскетболист команды Самара. Очень красиво. Казалось, что он сейчас пойдёт до конца в конец и так уже кто-то из наших защитников будет готов его принять. Он остановился красиво и с работой проскот отправил этот мяч точно в цель. А вот у нас обидно. Святослав Попов к сожалению промахнулся. Казалось, мяч был не казацкий кольцер. Но нет. Вот из этих мелочей пока и складывается преимущество Самары первой четверти. Нашим ребятам немного не хватает наверное точности и то, что нужно немножко успокоить. свои нервы Святослав Попов не дают пройти под кольцо. Илья Дорофеев заканчивается время четверти надо бросать. О! Видите, как к сожалению здесь тоже не точно бросаем. Очень обидно, потому что такие моменты как раз и приводят к преимуществу одной из команд табличные. Ну что, первая четверть пронеслась у нас просто на одном дыхании. Мы с вами уже готовы к началу второй. Пять очков пока преимущество Самары. Но великолепный баскетбол в исполнении наших ребят. И обязательно досмотрите трансляцию до конца. Покажу вам также церемонию награждения наших ребят. Не отключайтесь сразу же после финальной сирены. Ну и также напоминаю, что есть возможность благодарить нас за работу, если нравится наши трансляции, что мы делаем для популяризации дискетбола. Будем всегда очень рады. Все данные для этого ваши. Спасибо. Последнее указание дает наш тренер Муслим Шаикович. Усаживаем сейчас ребят. Посмотрим кто появился на площадке. Нет, он их не усаживает. Отправляем протереть подошву пряточку с того как ребят не сойти по полу. Ну и сейчас первая пятерка на площадке. Начинает вторую четверть команда из Самары. Мяч ведет в игру. Посмотрим как вторая четверть особенно ее начало потому что только я хотел сказать что первую четверть самарцы начали сразу двух очков и точно так не самарцы начали вторую четверть. болят на Святославе Попове о нет прошу прощения Святослав сейчас на лавке это был Алексей Мохначев Федор Павлов получает мяч от Бориса Явланова идет сам сбрасывает налево на Богдана Осипова здесь потеря и да показывают нарушение правил исполнения Богдана к сожалению еще один его фолк тяжело ему приходится в борьбе с лидерами самарской команды но мы знаем что Богдан отлично всегда действует и конечно надеемся что извлечет обязательно уроки из этой игры а сейчас еще два очка набирает команда из Самары счет становится 18-9 и тренер нашей команды вынужден брать тайм-аут и мы сейчас видим так он активно здесь ребятам обсуждает порядок их действий рисует схемы и спрашивает спрашивает ребят почему почему вы не делаете то что я сейчас здесь показываю что рисую нужно обсудить нужно собраться нужно понять как дальше действовать потому что сразу же пропустили сейчас несколько атак и разрыв увеличился уже до 9 очков два раза если мы хотим забрать золотые медали этого турнира нашим ребятам безусловно нужно действовать собране и внимательно слушать все наставления от тренерского штаба так ну сейчас наши ребята будут в атаке мы видим как самарская команда активно обровки руководит своими ребятами ну все по-взрослому на этот финал эмоции нервы болят на Федоре Павлове и Федор встает на линию штрафных бросков пожелаем ему удачи первый бросок неточен немножко сильнее оказался попал в дальнюю дужку выскочил из корзины второй сейчас отлично подправил Федор и забивает корзину федор следует быстрая атака Самары что показывает арбитр встречи да показывает к сожалению что у Богдана Осипова это пятый фол и Богдан вынужден закончить эту игру уже в начале второй щепля очень конечно отлично большая потеря для нашей команды но будем переживать будем уверены в том что любви ребята справятся и помогут помогут Богдана заменить в этой встрече знаю что наверняка тяжело сейчас Богдану эмоциональный такой момент тем более в детском возрасте и все взрослые бывают справляются с такими эмоциями еще два очка Самары отрыв продолжает расти 21-10 нужно как-то попытаться с игры набрать очки в этой четверти пока к сожалению с игры не было лишь один штрафной бросок исполнения Федора Павлова сейчас Федор сам с ничем заходит кольцо бросок неточен снова с ничем оказывается баскетболисты в синей форме и сейчас я могу сказать что они довольно комфортно себя чувствуют в площадке еще два очка в таком же типе прохода набирает шестой номер может как-то пробовать корпус его вправо выдавливать потому что он вправо обычно заходит и отсюда идет такой дуге под кольцом ну вот может быть как-то куда его дальше стараться корпусом оттеснять не давать под щит сейчас какие-то претензии арбитра высказывает наш тренер мысли решая их ручной заодно и Алексею Махначеву тут попадает что далеко стоит от своего игрока возобновилась игра неточный бросок команды из Самары повезло здесь нашим ребятам Алексей Махначев фиксирует по арбитры хотя мне показалось что возможно было попадание по ручьям ну и здесь тоже без фалаша обходится ну что это не спортивный должен быть за 5 минут 5 секунд до конца второй четверти да судебный показывает но вот в полуфинале с Русичем мы увидели как в самой концовке игры примерно в таком же быстром прорыве Алексей Махначев заработал технически для нашей команды ну и вот сейчас в аналогичной ситуации также зарабатывает когда был два доточен сейчас первый из доточен посмотрим как будет второй и второй попадает отлично 23 12 Алексей Махначев и свечок продолжит наша команда будет не использовать этот момент как раз эти моменты могут помочь деморализовать соперника иногда так продолжится здесь атака наших ребят 4 4 секунды остается на атаку нужно быстро действовать бросок сейчас нужен завозился Федор и мне кажется была более выгодная позиция изначально это никто не мешал раз в этом моменте попробовать бросить сразу но увидел что есть еще пара секунд на атаку сам пошел под кольцо там уже и очень тяжело выбрас подбор забирают наши ребята борис яну она хорошо с руки на руку переложил дальше на тиму платкова который будет сейчас на площадке очень бросок здесь хорошо заблокировали под кольцом соперника по-моему это был Алексей бахначок пошла игра такая на встречных курсах вот в этой игре очень важно набирать очки просто атаковать набирать хороший бросок от Андрея Кучеренко немножко не точно к сожалению нужно реализовывать эти атаки потому что есть бой из футболистов в синей форме и вот сейчас они как раз реализуют очередной момент 4 минуты сыграно во второй четверти этого матча значит нам идет 40 подпадривает тренер наших ребят и появляется вторая пятерка в сегодняшнем матче это балагуров отыгрывается с Ильей Дорогейдом что здесь фиксирует судьи фол со стороны самарских баскетболистов Евгений Волков ведет мяч в игру хорошо здесь получилось Святослав Попов к сожалению не забивает но с мячом на подборе наши ребята очередной свисток гол посмотри чья игрок не знаете посмотри в мяч в игру судаслав Попов сейчас скидь он будет раскачать с объекта не точно не потерял мяч тем не менее атака продолжается Илья Дорофеев не точный трассов и мяч не выпадает по кольцу а значит время на владение наших ребят закончилось мяч переходит вновь к нашим соперникам спутболистам Самары по кольцам и самара юниор по этому году отличный состав имеет и вот ребята в частности шестой номер Валеев еще кто играет играли на кубке феникса в том числе и по 2011 году до старших ребят там тоже выигрывали призы лучшим игрокам то есть это не только по нашему возрасту ребята действительно играют явно лучше своих лет стоит только подавили квалити за это продолжается атака наших баскетболистов счет 25-12 напомню и Кабулагуров с мячом сейчас в руках хорошо здесь увидел под кольцом Ковара Мельникова очень отличная комбинация вот так действует чаще и больше пока соперник ждет быстрое открывание под кольцом нужно двигаться искать эти свободные зоны вот сейчас наши парни отлично действовали но к сожалению в обороне не удалось от защищаться 27-14 практически двукратное преимущество команды из Самары после броска Илья Дорофеева и Ильи Дорофеева мяч не попадает в корзину тем не менее ваус не вываливается из Самары это был 26-й номер команды Илья Дорофеев идет сам от этих броска не точно но штрафной бросок будет показывает арбитр первый бросок не точно в исполнении Ильи готовится ко второму бросок провалюсь в корзину но да проваливается мяч в корзину только раз тричь расскакал по кольцу тем не менее оказался там где минута 50 остается до конца первой половины сегодняшней встречи пока уверенно самарские баскетболисты ведут эту игру но мы конечно надеемся на определенный перелом в исполнении нашей команды знаем что в частности вторая половина встречи наши ребята действуют очень успешно надеемся что так это может выйти в этом матче Святослав пытался много подграть сам не получилось Федор Мельников проходит под кольцо немножко посидим но никогда уже не хватило тем не менее два штрафных броска сейчас исполнить Федор Мельников нарушали против него здесь правила защитники в синий форум первый мяч точно в корзину в синий форум второй также точек два чистых мяча здесь отправил в сетку Федор Мельников очень единственное мяча нужно защищаться остается минута до конца первой половины сегодняшней встречи дальняя попытка двух очков броска в исполнении пятого момента точно и примерно 50 секунд остается до конца второй четверти свалили свалили после подбора на Федора Мельникова и соответственно Федор пробьет еще два штрафа давай Федор точно так же сделай как в прошлый раз нам понравилось нет к сожалению опять мяч подскакал здесь по кольцу но свалился вправо вторая попытка броска тоже не точно но сам Федор подбирал но люди показывают ошибка возможно кто-то заступил раньше за линию ошибка подбора после штрафа наверное по две атаки примерно остается у команд в этой половине посмотрим когда-нибудь реализуют Самара была неточна здесь после броска не типа Балагурова мяч к сожалению не проваливается в корзину и тайм-аут берет премьер нашей команды подсказывает здесь Никите не думать об этом не расстраиваться все правильно делал подбадривает его и нужно сейчас опять отзащищаться тяжело тяжело приходится ребятам физически в том числе уже концовка сезона много игр сыграно впереди после этой встречи у нас оставалось только первенцы центрального федерального округа ну там напомню что одержали мы победу завоевали золотые медали наверное транслировать там особо мы не будем с центрального федерального округа какие-то игры они все есть на сайте федерации там просто качество картинки честно говоря оставляло желать лучшего поэтому не думаем что мы сможем какие-то позитивные вещи из тех трансляций вынести но если давайте так сделаем если мы наберем модель трансляции 30 лайков и 10 комментариев да вот 30 лайков и 10 комментариев набираем и тогда сделаем трансляцию к тайной игре с первой с фоу все зависит от вас лайки комментарии давайте давайте если вам нравится нам хочется еще больше игр обязательно это с вами сделаем сейчас неточный бросок Федор Мельников идет сам выбрасывает к сожалению неточный и здесь уже потом нестекает сейчас время да показывает орбиту что время стекло подходит к концу вторая четверть счет 29-6 в пользу команды из Самары переживают здесь наши родители видим такие озадаченные лица конечно конечно хочется только победы но конечно нам хочется также видеть отличный баскетбол а он сегодня присутствует в исполнении обеих команд площадки я наставил указания от тренера получают наши ребята в перерыве сейчас еще какие-то комбинации нарисуют но я хочу поблагодарить за эту видеосъемку Сашу Королькова мы видим что очень качественная трансляция видна каждая эмоция у ребят каждая деталь на площадке спасибо огромное Саше ну и спасибо огромное также хочу сказать всем кто в течение этого сезона помогал нам организовывать эту трансляцию делать видеосъемки это Игорь Попов и Олеся Балагурова те кто участвовал в наших трансляциях и Коплоткова и Максим Осипов и Костя Кузнецов Влад Дорофеев ну кажется никого не забыл ну и всем болельщикам огромное спасибо кто поддерживает на трибунах маропа на трибунах Все это помогает нашим парням двигаться вперед и нашей команде быть весьма узнаваемой на баскетбольном поле. Отправляются сейчас разминаться. Мы видим, что Богдан Осипов, конечно, очень расстроен. Здесь он прям так, можно сказать, опустошен. Обидно вылететь из иглы в самом начале второй четверти за пять баллов, но на нем, конечно, была большая здесь ответственность в том плане, что держал у самого опасного игрока команды из Самары. Не все получилось на этот раз. Есть куда расти, куда стремиться. Я уверен, что Богдан продойнет. Тренироваться. И станет еще лучше в следующем сезоне. Не расстраивайся, Богдан. Мы тебя поддерживаем. Обязательно напишите лайков под этой трансляцией. И поддержите, ребят, своими комментариями. Напомним, что наберем 30 лайков и 10 комментариев под этой трансляцией. Тогда сделаем еще, откомментируем еще одну встречу с финалом первого центра полного команды. Лоу. Ну, а помимо этого, обязательно вас ждет еще трансляция в этом августе. Обязательно покажу вам трансляцию нашего второго состава на турнире из Суздаля, где в полуфинале наши ребята встречались с командой. И очень была увлекательная, потрясающая игра. И, конечно, мне, безусловно, хочется ее откомментировать. Там напомню, что сами трансляции организаторов были не очень хорошие. Но спасибо огромное одному из родителей, наверное, в раду, кого-то из футболистов из Питера. Приехал, снимал даже онлайн-табло в его трансляциях. Но эту трансляцию обязательно возьму себе и прокомментирую ее для вас. Игра была по-настоящему интересной. И думаю, что всем вам будет приятно понаблюдать за игрой, в том числе и нашим второго состава. Напоминаю вам, что у нас новая графика есть на ваших экранах. Надеюсь, что она вам нравится, стала удобнее, стала интереснее. Ну, а ребята продолжают разминку перед началом третьей четверти. И напоминаю вам, что по окончании игры обязательно оставайтесь с нами. Мы покажем обязательно награждение наших ребят. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну, пока продолжаем смотреть разминку. Я сделаю тоже, наверное, небольшую паузу. Чтобы подготовиться уже к второй половине сегодняшних встреч. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вообще, много отличных игр провели на этом турнире наши баскетболисты. Давайте, наверное, сейчас я открою даже историю губка Феникса здесь и посмотрим прямо по итогам каждого раунда, где были наши команды. По итогам первого раунда в Волгограде наша команда замыла второе место, уступив только Русичам. Но уже здесь в полуфинале уверенно разобралась команда Русича, одержав победующих 56-22. Субтитры делал DimaTorzok А лучшего игрока команды получил Святослав Попов. Так, переходим на второй групповой раунд. Здесь наши ребята играли в Спасклепиках и как раз там проиграли в Самаре. Да, это было не в полуфинале, это было все-таки еще во втором групповой раунде. И смотрим по игрокам. Фёдор Мельников и Борис Явланов. У нас получили призы с дам, а также Ярцев и Вячеслав стал лучшим центровым. Переходим в полуфинальный этап. Ну, по итогу полуфинала наши ребята играли в Воронеже. В свои подгрыки в С2 обязали первое место, я за три победы в трех матчах. Ну и уже в матчах, так скажем, за первое и второе место в полуфинале уступили лишь команде из Воронежа старшего возраста, в том числе 40 лет, которая выступала в их зачет. Поэтому наша команда явилась победителем. Смотрю по лучшим игрокам здесь в Воронеже. Торофеев Ильян. И символическая пятерка Богдан Осипов. Вот сейчас привет всем от родителей здесь в трансляции. Спасибо, что поддерживаете наших ребят. Ну и вот уже здесь, на суперфинале, в Спас-Клепиках. Сейчас тоже узнаем, кто стал и лучшими игроками команды. И вот получили другие призы этого турнира. Ну что, команды появляются. И так же с вами возвращаемся. А сюда, сейчас, вторую, третью четок. Ну вот, команды из Самары. Да, так и есть. В атаке самарские мастер-болисты. Двухачковые дальние. Не точно. Тем не менее, на подборе вновь игроки в синей форме. Не точный бросок. Что здесь показывает Сиби? Спорный мяч по очередности владения за нами. Сейчас сменил пятерку пример наш. Первую против первой. Первую, которую была бы выпускает против первой. Самарский. Ну и посмотрим, что будет здесь. А здесь пока отлично действует. Федор Мельников. Набирает девятнадцатую очко нашей команды. И появляется у нас на экранах. Минуту сыграли. Но пока успешно, скажем так. Тел не пропустили. Самый забросили. Хорошо. Никита Балагуров. Я сбрасываю на дугу. Мелью Доропеева. Но здесь люди показывают, что была пробежка. Звучит свисток. Мяч возвращается самарским баскетболистом. Не точный бросок. Пытался опять в своей манере пройти. Кольцо на каждую руку. Откалкивает. Бросал. Точно сейчас тоже. Смотрите. Полкает здесь Женя Волкова. Да. И наконец-то красивый. Фол. Женя отлично поборолся. Молодец. Евгений вообще. Отличный прогресс. По ходу этого сезона. Отключаем также его действия у всех ребят. Отличный прогресс. Все молодцы. Все борются. И даже вот в этом матче, где далеко не все получается, где мы можем выездить в густолку лучше, тем не менее ребята отзают все площадки. Илья Дорофеев сейчас один сам. Не хватает им без мощности. Спорный мяч показывает арбитр в пользу самарской команды. Мощи. Мощи нужно, да, немножко набрать массы. Некоторым нашим парням, чтобы толкаться под кольцом с соперами. Вот сейчас номер самарской баскетбольной команды. В этом плане большой парень. Но не только в этом плане, он большой во всех баскетбольных смыслах. Илья Дорофеев хороший тросок в падении совершал. Здесь мяч уходит в вау. Вот она, да, вот здесь планица без самара. Два штрафных броска будет в исполнении девятого номера. Первый забрасывает в корзину. Второй также мяч проваливается. 33-19. Тайм-аут. Очередной тайм-аут и озабоченные лица наших родителей. Хочется, конечно, большего. Хочется более близкой игры здесь по счету в финале. Но пока получается, как получается. Я думаю, что ребята тоже не очень довольны здесь своей игрой. И сами себе могут предъявлять много претензий. Ну, а наша с вами задача поддержать команду в любом случае. Гнать ее вперед. Может быть, иногда гнать по-доброму, иногда по-злому. Но в любом случае должны быть некие кричалки. Тяжело здесь дышит Никита. Да, сложная игра. Много сил отдают команды. Нужно успокоиться, собраться и выдать все, что есть. Потому что последняя игра финальная. Больше сил копить уже на этом турнире некуда. Ну, а перед финалом СФО у нас еще будет время подготовиться. Примерно две недели. Смогут ребята и отдохнуть, и потренироваться. Вот здесь как Слава поддерживает Никиту. Пожали руку. Да, такая вот поддержка внутри, между ребятами. Она тоже очень важна. Приятно ее всегда видеть. Действительно, один за всех и все за одного. Уже судьи приглашают команды обратно на площадку. Никита Баладуров ведет мяч в игру. Нужно потерпеть еще чуть-чуть. Никита продышался во время таймаута. Сейчас еще минутка до замены. Пока будет смена пятерок. Здесь фолл зарабатывает на себе Федор Мельников. Встает на линию штрафных. Нужно не отпускать дальше. Дальше нужно набирать эти очки. Пускай по крупицам. Пускай со штрафных. И они должны залетать. И сейчас Федор Мельников отправляет мяч в корзину. Второй не точно. Но там был застук. Никита Баладуров чуть раньше вышел на подбор. Нельзя этого делать. До того, пока мяч не вылетел и будет бросающим. Потрясающе. Тем не менее, 13 очков проигрываем. Ох, и как сейчас в слаломом таком проходе в легком набирает еще свои два очка. Капитан команды Самары. Евгений Волков пропешка. Возвращается мяч к самарским баскетболистам. Ну, смотрите, все через шестого номера. Все играется Амара или через него. Просто проходит всю команду. Всю оборону. Очень счастлив сам. Не могут, к сожалению, никак его остановить. Может быть, где-то стоит подставиться под колу нападения. Попробовалось, не знаю, не знаю, но пока все это очень легко. Но сейчас пробежку выпускает. Шестой номер. Мяч возвращается к нашей команде. И параллельно Женя Волков быстро и назад. Получить Никита Балагуров продавливает. Пытается выбрасывать по кольцу. Хороший момент. К сожалению, не попал в корзину. Тем не менее, отмечая все хорошие моменты у нас, по-моему, наших ребят, Баджи. Вот здесь сейчас, по-моему, Федор Мельников видал легковидность по кольцу шестому номеру. Но, тем не менее, в атаке отбирают мяч у Федора. И следует смена пятерок. На подборе, на подборе жестче надо бороться. Разбирать эти кичи. А сейчас по очередности владения мяч за нашими ребятами. Вводим его в игру. Василий Корольков. Алексей Мохначевый здесь играл. Дальше Федор Павлов. Пытался сбросить направо, но там уже запланировали этот мяч баскетболиста Самары. Атака продолжится. 11 секунд. Андрей Кучеренко неточный бросок. Забираем мяч. 3 минуты ровно до конца третьей четверти. Бросок Самары так же неточен. Но, к сожалению, есть какие-то сегодня в игре моменты, когда обе команды могут садить в поместные катания. Но, к сожалению, Кучеренко Самары завершает эти отрезки своими попаданиями. И еще обычно растет их пользу. В дальнейшем, конечно, в будущем хочется устранить эти моменты, чтобы наши ребята пользовались, пользовались не очень успешной игрой в атаке соперников и набирали в свои ящики в те моменты, когда соперник это не сделает в игре. Два броска в исполнении Самары оказались неточными. На подборе, тем не менее, был баскетболист в синей форме, но совершил ошибку. Это была пробежка. Технический трак. Мяч возвращается к нашим ребятам. 2.25 остается играть. Третьей четверти. Федор Павлов. Дальняя попытка Алексея Махначева. По-моему, первая трешка. Первая трешка в игре. Оказывается, она неточной. А здесь два штрафных броска. Сейчас пробьют баскетболиста из Самары. Да, остается только развести руками. На первый мазок. На первый мазок. Второй попадает. 36.20 счет. К сожалению, пока вот немножко мы остановились на баскетболисту. Третьей четверти. Но здесь сейчас уже полят. Алексей Махначеве. И Алексей пробьет два штрафных за две минуты до конца третья четверти. Сегодня он не хочет. Не хочет мяч попадать в корзину. Хороший был бросочек. Искочил мяч агрессивный из корзины. Второй мимо. Тем не менее, смотрите, удалось здесь высоропать мяч Андрея Кучеренко. Отличная игра в его исполнении. И кто там у нас выбирает два очка? Василий Корольков, кажется. Да, Василий Корольков и не просто два очка, а это плюс один. Встает еще на линию штрафных бросков. Штрафной неточен. Вновь ошибаемся. Мы нарушаем подбор при штрафном броске. Думали вращаться в оборону. Нашим ребятам здесь повезло, что бросок вышел не точно. Но и передача, к сожалению, оказалась не точна у наших парней. Пятый номер. Пытается раскачать стэкбэк. Не точно, но фолк, по-моему, Федор Павлов получает это предупреждение от арбитеров. А Самара набирает очки своих, в том числе и с линии штрафных. Два точных попадания. Тридцать восемь, двадцать два. И команда Самары. Алексей Махначев. Болят на Алексея соперники. Так, сам себя сейчас Алексей завел, подбодрил. Ну, надеюсь, поможет это ему. При исполнении штрафных. Первый пока не точен. А второй заваливает в корзину Алексея Махначева. Отмечаем его действия в этой атаке. Да, один из двух, но сама атака была. Махначевая работа, гол. Все здорово сделано. Трехочковый не залетает. Ребят. Из Самары. Обращается мяч в игру нашими парнями. Федор Павлов по ходу своей атаки и последующего приказания от тренера. Прошел сам и набирает два очка. Федор Павлов. Очень вовремя, а самая отчаянная наш карабрик в счете. 50 секунд примерно до конца. Опять со степпэка попытка средней двушки не удается баскетболистам команды Самара. Продолжается их атака. Нужно, нужно будет бороться. Хорошо сейчас действовал Василий Корольков. Тем не менее, мяч в ауте от его рук показывают арбитеры. Спеша разыгрываю свою губернацию Самарцы. Уже истекало время владения. Была попытка трешки не подготовленная, соответственно, не точная. Ну и несколько секунд. Валерий становится. Два кронца. Третья четверть. Примерно 15 секунд. Последняя, наверное, атака на этой четверти. Исполнение она от команды из Самары. Хорошо здесь действовали ребята. Ребята в себе в форме разыграли эту комбинацию. Не завершилась она, на счастье, для нас каким-то успехом. Но, тем не менее, перед четвертой четвертью комфортное преимущество. Парней из Самары. Тринадцать очков. Тридцать восемь двадцать пять. Ну и пока они доказывают, что неспроста выиграли все матчи. По-моему, все, может быть, исключением одного в этом сезоне на Кубке Феникса. Ну что же, впереди четвертая четверть. А я напомню вам, что если мы наберем под этой трансляцией 30 лайков и 10 комментариев от вас, то я еще прокомментирую игру с финала Центрального федерального округа. Ну и также другая помощь, которую вы можете оказать нам в этой работе, сейчас находится на ваших экранах. Всегда будем рады. Наблюдаем с вами в том числе и за тайм-аутом Самарской команды. Тоже здесь есть, что тренерам подсказать. Ребята внимательно слушают. Ну и еще также скажу, что по окончанию четвертой четверти мы не уходим из эфира, а понаблюдаем с вами за церемонию награждения. Трудный сезон, трудный финальный матч. Ну а каким он может быть еще? Ребята из обеих команд прошли долгий путь. И сейчас все решается в этой одной единственной встрече. Встреча за золотые медали турнира Кубок Феникса сезона 22-23 годов. Стартовала четвертая, заключительная четверть этого матча. С мячом наши госпитболисты. Светаслав Попов. Здесь Илья Дорофеев сейчас с мячом. Дальняя трешка от Бориса Ягланова не залетает. Атака шестого номера команды Самара, как доказывается, не точна. И вновь атакуют наши ребята. Семь минут всего осталось сыграть нам на этом турнире. Два очка забрасывает в корзину Сверослав Попов. Ну что, может быть, удастся организовать какую-то погоню в этой четвертой четверти. Все пока очень близко, но относительно, конечно, у Самары есть на фоне преимущества в 11 очков. Но это не пропасть, которая была между командой Самары и другими соперниками на этом турнире. Здесь Федор Мельников, ну как же так. Обидно промахиваетесь, под кольца был совершенно один. И нужно пользоваться этими моментами на верстате упущенное. В этой встрече мы еще не делаем выводы из таких ошибок. Это прямо обязательно плотно, плотно, плотно держать. Остается 5 секунд на атаку, не дать пройти под кольцо. Тем не менее, звучит здесь свисток. По-моему, внизу будет фэл. И будет вновь 14 секунд на атаку. И русских баллистов в синей форме. Вот такие прямо нервы тоже на скамейке Самарской происходят. Тренеры переживают, высказывают, выказывают все свои эмоции. Ну, конечно, здесь хочется только победы. И ни в коем случае, когда остается четвертая четверть, нельзя расслабляться. Женя Волков. Внизу фиксируют фоль арбитеры. А значит, из-за лицевой линии ведут мяч в игру наши баскетболисты. Нужно разбежаться. Хорошо здесь. Ах, мяч пошел вперед. Так, к сожалению, потерян. А, что и было неплохо, когда у него первая разыграно, Женя выбежал, оставался один. Но передача оказалась удачна. Врывается под кольцо, не засчитываю этот врач арбитеры. Пол был внизу, на первом шаге. Поэтому только из-за лицевой линии ведут мяч в игру из футболиста Самары. За 5-5 минуты, он сам четвертый четвертый. Ну, уже, казалось, забрал здесь мяч вагармельников. Потом в игру выберет 9-й номер. Ну, мяч ускатал вау. Тем самым остался за баскетболистами нашей команды. Ну и очередной тайм-аут. Сейчас мы с вами увидим. Парни, вы лучшие! 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 Терапеев с мячом останавливается, сбрасывает на дугу, на Святослава Попова. Святослав на поле это кольцо бросает. Валят на нем. Будут, соответственно, два штрафных броска в его исполнении. Замедлилась немного игра по времени у нас здесь в том числе. Мы уже допускали ребята, допускают много ошибок. И полог. Накой технический брак. Поэтому с листок все больше и больше. Но сейчас один из них реализует Сирослав Попов. Отличный игра. Пять минут, как я сказал, до конца. Будем пока говорить четвертой четверти. Будем надеяться на то, что наши ребята еще смогут отыграть этот отрыв. Мы можем перенести матч оверхайм. Но пока 12 очков. Вот это преимущество держится, которое команда из Самары. Камон, она права во второй четверти, если я не ошибаюсь. Вот так вот до сих пор перешиваю вперед. Но уже из последних сил видно, что здесь на других ногах некоторые наши ребята не стоят. Участки-частки селья дороги идти ближе к камере. На прямых ногах сложно тоже что-то сделать. Нужно как-то двигаться, защищаться. Давайте, ребята, в последние мгновения этого прекрасного турнира. И уже потом будем отдыхать. Это совершенно одного. Вокруг четверо было наших. И совершенно один игрок команды из Самары. Здесь как-то чуть-чуть получил мяч. И бросал совершенно свободу. То есть все эти четверо игроков стояли вокруг него. К сожалению, у нас есть хорошее действие при выносе из аута команды соперника. Демонстрируют наши ребята. Как раз помню, это было я, дорогой. Словно услышал мои мысли. Исправился. Забрал этот мяч. Провел самое по атаку. Ну и в итоге с порным мячом дело все заканчивается. Тяжело, тяжело ребятам. И сейчас вот Илью меняет Федор Павлов. В любом случае, благодарим мы наших олимпиад за проведенный сезон. Отличный результат. В дебютный такой большой сезон. Мы идем, как я понимаю, на серебряные медали. Здесь уже 45 секунд примерно остается. Думаю, что кто-то тренинг, что в 12 очков за этот мяч будет. Отыграть довольно проблематично будет. Поэтому начинаю подводить уже некоторые итоги. Здесь пронос мяча в исполнении Федора Павлова фиксируют судьям. Ну и отмечаем, что в большинстве игр играли на прекрасном уровне. У нас были много отличных матчей. Дадились красивых побед. Получалось очень многое. Ну, пускай, да, у нас конец быть не в этом матче. Но, в целом, по турокиру уверенно разбирались с соперниками. Два штрафных броска. Уже пятый фолл, к сожалению, набирают наши ребята здесь. Замена. Алексей Махначев меняет Святослава Попова. Дают всем отдохнуть уже, подышать. Кто-то сегодня чуть не появлялся. Кто-то может в конце матча увидеть у нас на площадку. Но, в любом случае, да, тренер пытался фактически переиграть команду соперника. Передергивая состав. Вот, Артёв на разные места в сборке. Но пока на данный момент не существует. Команда из Самарова действует гораздо увереннее. Но вот сейчас уже в конце этой встречи подразваливаемся тоже немножко в обороне. Пошли в эти легкие забитые ничьи. Явно силенок не хватает. Ну и не хватает также и мотивации, наверное, уже. Если бы счет был более равным, конечно, ребята бы находили бы еще внутренние резервы. Ну а здесь уже тогда 16 очков. Я думаю, что есть понимание, что, к сожалению, эта игра уже упущена. Серебряные медали Кубка Феникса мы не увозим в этом сезоне. Ну что, не стоит расстраиваться. Серебряные медали – отличный результат. Да, не удалось отыграть, пожалуй, только Самару по ходу этого сезона. Со всеми остальными командами мы справились. Напомню, что хоть у нас были поражения от Русича на первом групповом этапе, уже в последующем здесь в суперфинале Кубка Феникса дважды. Обыграли эту команду. Соответственно, показали свой рост. Хорошо здесь под кольцом 6-й номер команды Самаров проходил, но это точно ингиби этого турнира. Здесь без сомнений. А у нас Илью на Борокею выбирают сейчас 2 очка. Переваливаем за отметку 30. И отмечаем действия в гидрокея. Я думаю, что и я тоже обязательно получит какой-то приз на этот бюро. Еще 2 очка Самары. Пошел уже такой набор быстрый здесь в конце. Четвертой четверти. Полторы минуты буквально нас отделяют от завершения прекрасного сезона на турнире Кубок Феникса. Замены. Мы с вами видим. Атакуют наши ребята. Алексей Махначев попустит 3-х очкового. И точно подбор выбирают баскетболисты из Самары. Ну все, совсем чуть-чуть остается времени у нас. Самарские баскетболисты тоже здесь уже не торопятся. Святослав Попов промахивается. Но хорошо, Никита Балагуров здесь действует. Внизу показывают фол. Но Никита уже встанет на линию штрафных бросков. Это пятый фол в исполнении баскетболистов Самары. Значит, самое время пробить два штрафных. И хорошая возможность для Никиты набрать свои очки в этом матче. Тоже потрясающий сезон Никита провел. Очень сильно прибавил. И обязательно посмотрите еще или пересмотрите игры с Центрального федерального округа. Там Никита вообще действовал шикарно. И вы заслуживаете из лучшего игроку. Оставили наши команды. Ну что, буквально полминутки остается у нас. Еще один проход Самары. 48-й очко. Мы думаем, здесь они нацелены на 50. Посмотрим, удастся ли мы это сделать. Еще будет у них, как минимум, одна атака в этом матче точно. Илья Дорофеев идет сам. Можно было сбросить здесь на Никиту Балагурова направо. Был совершенно один, но предпочел бросить сам. Улучшая очки, как правило. Первый штрафной не точен. Подбадривают партнера Илью. Второй бросок забивает Илья Дорофеев. Ну что, там у нас буквально несколько секунд. И все-таки удается набрать 50-е очко. И вот так вот поприветствовать. Трибуны. Да, заканчивается игра со счетом 50-31. Победу одержит команда Самара. Поздравляем Самарца с золотыми медалями. Ну а мы с вами остаемся в трансляции. Сейчас обязательно увидим церемонию награждения. Не покидайте нашу трансляцию. Сейчас обязательно переключимся на камеру с награждением. Вот тренеры и игроки уже поприветствовали все друг друга. И сейчас все будет подготовлено к торжественной церемонии. Аплодируем парням. Молодцы, молодцы. Отличный сезон выдали. Нужно запомнить эти эмоции, эту встречу. И в будущем приносить их с собой на новые игры. И одерживать, в том числе, благодаря этому опыту, свои будущие победы. Ну вот явно сейчас о чем-то об этом тренеры говорили. Ну что, у нас церемония награждения. И первая награда. Награда лучшему игроку команды на всем турнире. Ее получает Святослав Попов. Поздравляем. Мы, Святослава, с этой наградой. Отличная игра. Молодец. Молодец, Святослава. А следующую награду у нас получает Борис Явланов. Лучший тяжелый форвард. Символической пятерки суперфинала Кубка Перкута. Лучший оттенок. Поздравляем. 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 Илья Дорофеев также у нас здесь появляется. Получает он приз лучшему атакующему защитнику турнира. Ну и еще один приз получает Борис Явланов как победитель в конкурсе бросков с точек. Две личные награды Бориса. Мы поздравляем всю команду. И сейчас Кубок вручается нашим ребятам. За ним выходит Илья Дорофеев. Так по очередности все ребята получают кубки. Поздравляем. Поздравляем парней с успешной игрой. Сезон получился у нас отличный. Вручаются сейчас и медали. Ну а мы с вами постепенно будем завершать эту трансляцию. Огромное спасибо, что вы были с нами на протяжении всего этого сезона Кубка Феникса. Ну и надеемся, что в следующем сезоне наши ребята смогут улучшить этот результат и обменять серебро на солото, безусловно. Спасибо большое. Для вас работал комментатор Валерий Ярцев. До будущих побед, друзья. Еще, еще минутка. Ну что, победа? КОНЕЦ